Высокие технологии. Хай-Тек. Дистанционного автомобильного ключа или светодиодного фонарика. Люди обычно стремятся избавиться от статического электричества. И попыток использовать его в качестве источника энергии до сих пор почти не было. Поэтому мы запустили наш проект по получению энергии из статического электричества. Придвижение слой ткани с серебряным покрытием трется о полимерную пленку, вырабатывая электричество. Это электричество может питать светодиодные и жидкокристаллические дисплеи или сенсорные устройства без необходимости во внешнем источнике энергии. Ученые считают, что в будущем приборы будут закрепляться на их владельце при помощи трибоэлектрической ткани. Говорит Ким Сан У, профессор школы теоретического и прикладного материала ведения в университете Сонг Юнг Ван. С развитием так называемого интернета вещей кожа человека будет крепиться все больше сенсоров. Наша ткань сможет служить независимым источником электроэнергии для этих сенсоров. Гибкую ткань гораздо проще носить, чем громоздкие батарейки. Таким образом, возможность заряжать ваш телефон во время ходьбы наступит уже в недалеком будущем. От умной ткани перейдем теперь к умным сенсорам. Смотрите, как загораются огни на поверхности, где только что прошли эти люди. Финские исследователи в компании ВТТ разрабатывают умные сенсоры, размещенные в окружающей среде, которые отправляют информацию прямо на смартфоны. Ученые говорят, что эти сенсоры можно использовать в указательном освещении, в сигнализации от взлома и в таком устройстве, как радионяня. Говорит инженер компании ВТТ Эсэ Матти Сарьяноия. Мы наблюдаем за движением людей по коридору. Здесь используются объемные камеры слежения. Мы используем детекторы, чтобы направлять людей по коридору в назначенную точку. Люди все больше подключаются к окружающей среде при помощи умных устройств. Это явление получило название «интернет вещей». В компании ВТТ полагают, что эта технология может быть использована для обеспечения безопасности. Так, например, светодиодная лампа может быть использована в сигнализации от взлома, улавливая движения посторонних и посылая информацию о них в умные устройства. Другой вариант использования — оснащение умными сенсорами радионяни. Прототип такого устройства, созданный финскими инженерами, собирает информацию о температуре младенца, о том, как он дышит, поел он уже или нет. Собранная информация посылается на смартфон. В стране, где оставлять грудных людей на улице даже в морозную погоду общепринятая практика, устройство будет пользоваться популярностью у родителей. Так я буду знать, какая у ней температура, не холодно ли ребенку, не упала ли слишком уличная температура. Если слишком холодно, я перенесу ее домой. Кроме того, я буду получать информацию о сосательных движениях ее губ. Таким образом, можно сразу узнать, спит она или уже проснулась. Компания ВТТ намерена еще больше расширить спектр использования умных сенсоров, как, например, в освещении и энергосбережении. Субтитры создавал DimaTorzok